Здравствуйте. Вера Николаевна, здравствуйте. Вера Николаевна мне объяснила, что надо говорить булавы, так что, как говорится, моя жизнь теперь никогда не будет прежней. После эфира я вам расскажу, как Пит Лейн правильно звучит. Вера Николаевна, давайте все-таки оценку дадим выступления девушек. Мы вас поздравляем с завершением турнира. Тем не менее, вы как тренер все равно требовательны. Чем-то довольны, чем-то нет. Давайте по порядку. Ну, я довольна всем. Может быть, это не скромно, но я очень довольна, потому что новое четырехлетие, революция в гимнастике полная. У нас совершенно новые правила. Очень отлично от того, что было 4 года назад, после Олимпиады нашей блестящей, где девочки заняли все, что можно, везде первые места. И Ирина Александровна, Вина Русманова и плюс большой штат наших тренеров русских, которые делают всю погоду в художественной гимнастике, разработали определенные правила, которые настолько отличаются от прошлого сезона. И эти соревнования очень знаковые. Мы пробовали, смотрели и проверили все это на наших болельщиках и у себя в стране. Поэтому я очень довольна. Все удалось, благодаря тому, что, конечно, дети гениальные. Я даже не боюсь этого при них говорить. Очень счастлива, что они у меня есть. Ну, я думаю, что все срослось. Я довольна. Девушки, я вот у вас хотел спросить. Вы этот сезон начали во взрослой команде? И, наверное, какие-то другие ощущения, да? Или абсолютно уверенно прошел этот переход? Дин, вывод сначала первый тогда. Ну, вообще все прошло уверенно. Как бы мы знали, к чему готовиться и готовились к этому. Нас готовили. Арина, тогда я у вас спрошу так. Смотрите, у Дины вот сегодня, да? Выписался специально. Шестое место в упражнениях с обручем и в многоборье, да? А у вас победа с лентой, серебро с булавами и бронза в многоборье. Сегодня будет разборка жесткая дома, да? Битва подушками. Эти результаты были за 2016 год. Ну, уже 2016 год, да. Да. А сейчас я победила в многоборье. Вы победили, да? Да. Я обруч взяла золото, булава с лентой. Мяч я стала второй. Ариша с лентой стала третий. Второй. Второй в упражнении с лентой. И в многоборье заняла третье место. Все резко изменилось, соответственно, за один год. Да. Потому что кто-то на лаврах пучевал, да, а кто-то, наоборот, настроился и жестко работал. Мы сейчас вот Дину как раз лицезреем, да, выступление с обручем. Вера Николаевна, скажите, пожалуйста, я читала ваше интервью, вы говорили, что девочки невероятные умницы, что таких детей вообще вы за свою карьеру не видели. Сформулируйте, почему они такие особенные? Ну, я в них сразу влюбилась. Вообще, Ирина Александровна говорит, что не бывает случайности, но это чистая была случайность, что я оказалась не на базе в Новогорске, а пришла в нашу детскую спортивную школу Олимпийского резерва на недельку. И видела двух маленьких мышек, которые между коврами приехали из Нижнего Новгорода. Их тренер позвонила и сказала, что они уже переросли, Нижний Новгород, и попросила просмотреть их в сборной команде. И смотрю, они такие ходят между коврами, не знают, кому чего. И вот как-то вот любовь с первого взгляда. Я говорю, ну-ка, идите сюда. Сказала, сделайте это, они делают. Сделайте это, они делают. И все, как бы, понимаете, все-таки это ментальность. У нас такой вид спорта очень богатый. Надо полностью соответствовать музыкально, внешние данные. Кто у тебя родители, какая у тебя семья. Дети выращены в любви, в прекрасной семье, учатся хорошо. Знаете, я настолько была поражена их требовательности к себе. Вот я не люблю, когда кто-то опаздывает, кто неопрятен. У этих детей я ни разу не видела чего-то. Вот носочки всегда беленькие. В школе они почти отличники. Я думаю, что если не занятие спортом, то были бы золотые медали. Потому что каждый день после таких, в общем-то, изнурительных тренировок, они занимались по два, по три часа. Это заслуга, конечно, их мамы. Низкий поклон за это. Они каждый день занимались преподавателями по скайпу. Представляете? Ни одного дня не пропуская, какие бы ни были сложные тренировки. И потом, знаете, есть полное доверие. Если я спрашиваю девочек, например, вот даже сегодня, давайте отдохнем три дня. Нет, много. Достаточно два. То есть, понимаете, это редко, когда тренер и ученик вот в такой вот любви и в доверии. Они мне доверяют, а я им. Потому что их надо беречь, потому что в определенном возрасте у спортсменов был такой переломный момент. Конечно, особенно у девушек. Особенно у девушек. А когда тебе 18 лет, и ты начинаешь свою карьеру во взрослой сборной команде, поэтому здесь очень надо. Мы можем тренироваться 5-6 дней, и не нужен выходной. А иногда 2-3 дня. Я вижу даже по глазам. Я даже знаю, когда они могут заболеть. Вот если глаза блестят, все. Они на меня очень обижаются, даже плачут, когда я говорю, все закончилось. Фактически. Даже ближе, наверное, сейчас. Нет. Мама есть мама, но я стараюсь. У меня вот сейчас полное ощущение, что это мир наоборот. Вот я настолько привык к футболе. Даже в регби, который я очень люблю, и гораздо больше футбола обожаю. Даже в хоккее, который я очень люблю. Там всегда тренер, он пытается наоборот заставить что-то сделать, да? Все, что вы сейчас рассказываете, это то, что фактически они на вас обижаются, что вы им мешаете работать. Да? Девочки, а вот объясните, вам что, не хочется каких-то простых радостей жизни? В кино сходить, я не знаю, с мальчиком на свидание, что-нибудь? Или вам охота вот так каждый день вкалывать, и потом еще и в школе заниматься по скайпу? Нам нравится заниматься, нравится тренироваться. Конечно, очень любим выступать, и из-за этого не хочется там где-нибудь гулять, еще что-то. Нет, конечно, выходной день. У вас не хватает времени и сил, наверное, на все остальное. На выходной день мы иногда проводим в кино, встречаемся с друзьями. Дина, Арина, скажите, а вообще можно ли в художественной гимнастике дружить? Мы видели, что на этапе гран-при в Москве были наши великие гимнастки Алина Кабаева и Риты Мамун. С этими девушками уже взрослого, большого поколения можно ли общаться? И вы с ними разговариваете? Знакомы? Конечно, можно общаться. Наоборот, они дают советы, помогают чем-то нам. Ну, помните, вы, наверное, когда с детьми-то были совсем маленькими, смотрели выступления уже более опытных, скажем так, спортсменок? Да, мы когда были маленькие, мы смотрели выступления Алины Кабаевой, смотрели выступления Жени Канаевой, но мы еще ее застали в зале в Новогорске. Вот, а сейчас Рита приходила на гран-при, а в том году она еще выступала. Вот, нам удалось с ней пообщаться. Верите, что сможете стать, ну, не скажем так, не вторыми маму на Кабаевой, с Аверинами, но на такой же позиции находиться с ними? Будем стараться. Или более высоким. А вот маленькие девочки уже подходят к вам вот так же? Да, подходят. То есть прямо автографы берутся? Да, автографы, форкаются. Ну и как вот этот переход в звезды? Приятно? Мне нравится, когда подходят маленькие дети, они могут наоборот что-то спросить, как, чего, ну, мы можем сказать, дать совет. Вот Вера Николаевна, например, нам сказала, да, что та же Алина Кабаева никогда в жизни никому не отказала в разговоре, в селфи, даже если там два часа с девочками. То есть вы это все тоже слышите, да? Да. Да? Не будете зазнаваться? Нет, конечно. Вера Николаевна, так любопытно, сейчас девочки так, я вот подглядываю, между собой все время общаются, одна другую так поправляет, да, за руку держит. Вы тоже, я читала, говорили, что у них есть свой мир целый. Где только они вдвоем. Вы это ощущаете? Есть ли между ними, девочки, простите, что так в третьем лице, есть какая-то, может быть, конкуренция в хорошем смысле этого слова, но она не во вред идет им? Вы знаете, они такие родные. Вообще для меня близнецы вот всегда было разных. Я наблюдала за детьми, но в художественной гимнастике близнецы это, во-первых, нонсенс, что девочки настолько самодостаточны. Я хочу немножко вас поправить в том, что вот вы говорили, что у Ариши в прошлом году лучше, в этом году хуже. Просто, как вам сказать, настолько вот эта родственная связь, ведь сегодня Дина так расстроилась и говорит мне, Вера Николаевна, почему не Ариша первая? Вот честное слово, да. Они настолько самодостаточны, им никто не нужен. Вот у них свой мирок. Я такой дружбы и любви не видела между сестрами. Но это помогает, получается? Это не просто помогает. Я даже Ирине Александровне, которая тоже их очень любит, просто обожает и ценит, и воспитывает, и тренирует. Она просто говорит, я такого еще не видела. Настолько вот у них, понимаете, такое взаимопонимание, выручка. Она говорит, знаешь, Вера, мне кажется, что сегодня Аришу на хорошее выступление Дина настроила. Мы даже там были не нужны. Скажите, пожалуйста, вот цель. Цель у нас, да. Ну, понятно, что так вышло, да, что вот вы только попали во взрослую команду, а Олимпиада как раз прошла Рио совсем недавно. То есть до следующей еще вот сейчас, три года до Токио. Тяжело вот такую дальнюю цель ставить? Или вы прям каждый этап гран-при, это ближайшая цель, и вы не закладываетесь на дальнюю перспективу? Ну, мы не закладываем, мы просто работаем, улучшаем свои программы, работаем над собой. И как бы так идем, идем, идем. Ну, то есть Вера Николаевна говорит, мы никогда не загадываем, правильно ли я говорю? Да, правильно. Девочки вас слушают и тоже не загадывают. Но стать-то олимпийской чемпионкой, это мечта, мне кажется, любой девчульки, которая приходит в зал. Ну, мечта есть. Да. Конечно же. Загадывать ничего нельзя, потому что в спорте всякое может случиться, и также травма, также, не знаю, какой-нибудь период может... Сложный, скажем так. Сложный, да. Смотрите, вы, поскольку совсем молодые девчонки, да, то велика вероятность того, хоть мы и не загадываем, что вы будете выступать не только в Токио, но и на следующей олимпиаде. Вот сейчас 24... Нет? Нет? Это слишком далеко, Алексей, вы к мужски подходите к этому вопросу. Правильно, надо быть двукратным чемпионом, четырехкратным, десятикратным олимпийским чемпионом. Нет, серьезно. А вот вы уже думаете на эту тему, да, или нет? Вот вы следите, где там будет в 24-м году олимпиады, или будет? Нет. Сейчас там Лос-Анджелес, Париж, Будапешт. Ваш выбор. Давайте выберем столицу. Нет, сначала... Собирайте Лос-Анджелес, девочки. В Токио. Выбирайте Будапешт, темно. Нет? Ладно, давайте серьезно. Верина Николаевна, над чем девочкам нужно реально сейчас работать, чтобы вы, ну, цинично скажу, улучшили, может быть, в их программе? Есть ли какие-то, может быть, слабые стороны вот этих замечательных гимнастов? Вы знаете, главное, чтобы они были здоровы. Слабых сторон у этих детей нету. У них соперник только они сами. Потому что настолько сбалансированная программа. С нами работает наш гениальный постановщик Ирина Борисовна Зиновка. Мы очень ей благодарны. Ирина Александровна, Вина Русманова, которая все время что-то подправляет, учит. Я считаю, что в данной ситуации только здоровье и жить одним днем. Простите, они вот, вы говорите, дети. Для вас они все-таки дети, либо спортсменки, подопечные? Ну, Ариша мне дочь. А Дина мне старшая сестра. Потому что по всем вопросам я советую с Диной. Ариша даже спокойно к этому относится. Ариша, вот правда, как вот маленькая такая девочка. Одина, она вполне, я настолько ей доверяю и советуюсь по всем вопросам. И я знаю, что лучшего советчика у меня нет. Потому что у нее просто золотая голова. И она правильно цинично подходит. По-хорошему цинично подходит. И очень рациональный человек. Я думаю, что без ее каких-то советов мне бы было очень трудно строить наш спортивный график. Спасибо вам большое, что пришли. Потрясающий просто тренер у нас сегодня в гостях. Вера Николаевна Шаталина. И дай бог, чтобы у каждой девочки, у каждого мальчика в спорте был такой тренер, который идет вместе. Ну и, конечно, большое спасибо девочке. Я понимаю, что просто уже сейчас час 37 ночи по московскому времени. Вы сегодня выступали, устали. Надо вас отпускать. Арина и Дина Аверина, спасибо большое. Наши будущие звезды и наши уже нынешние звезды. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Друзья, болейте за художественную гимнастику. У нас сейчас реклама. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эфир. Продолжение следует...